Всем большой привет! С вами снова рубрика «Поговорим с психологом при свечах». Не то, чтобы вы набрали какую-то суперактивность под предыдущим роликом, что меня безмерно расстраивает вот эта ваша игра в молчании ягнят, но я не договорила, поэтому продолжение я снимаю даже при этих условиях. Собственно, сейчас мы зажжем свечу. И понесется наш разговор. Тема нашего сегодняшнего ролика – мы с вами поговорим все же о третьей смене. Что это такое с позиции феминизма, что имеется в виду, и нужно ли против этого бороться? Я все еще говорю о том, что я не хочу делать никаких выводов. Я высказываю общие факты и свое мнение и видение ситуации. Мне было бы интересно узнать ваше мнение и ваши виденья, а для этого нужно, чтобы вы писали комментарии под роликом в Ютубе. То, что вы мне пишете в других социальных сетях, мне безумно приятно, но именно ваши комментарии в Ютубе помогают роликам продвигаться. А для меня это очень важно, потому что я хочу делать контент в Ютубе. Поэтому мы с вами закончили обязательные просительные элементы и продвигаемся, собственно, к теме. Что же такое третья смена? В сети я нашла две версии, что условно можно считать третьей сменой. Вариант номер 1. За третью смену может считаться ментальный груз, который у большинства женщин больше, чем у мужчин. Что я здесь имею в виду? На самом деле все просто. Ментальный груз – это, например, что приготовить на завтрак, обед, ужин. Многие женщины подтвердят, что зачастую приготовить в пять раз проще, чем придумывать разнообразное меню ежедневно. Это еще и относится к тому, чтобы помнить, когда и какие обследования должны проходить члены семьи, когда и какие обследования должен проходить ребенок. Я уверена, что если сейчас в качестве эксперимента женщинам, у которых есть дети, мы зададим вопрос, какие прививки поставлены у ребенка, какими хроническими заболеваниями болел ребенок, как часто болел ребенок, когда и чем он болел в последний раз. Любая мама без труда, ну практически любая, окей, мы не будем с вами сверху обобщать, но большинство мам без труда с вами ответит на эти вопросы. Когда мы задаем те же самые вопросы папам, ситуация не столь однозначна. Зачастую папам бывает сложнее ответить на эти вопросы, потому что это ментальный груз мамы. Опять-таки, если мы говорим про родительство, чаще всего, если вы посмотрите на родительские чаты, то папа там крайне редкий гость. Если вы имели счастье бывать на родительских собраниях, то и там папы крайне редкие гости. Так вот, на женщин ложится огромный ментальный груз. Я уверена, что я привела далеко не все, о чем можно поговорить в формате именно ментального груза. И вы, я думаю, в комментариях можете привести свои примеры для того, чтобы сделать это видимым. Потому что многие не осознают, особенно если мы говорим о мужчинах, они часто не осознают. Да и даже сами женщины могут не осознавать то, сколько разных фоновых мыслей у нас идет в течение дня, потому что если мы не будем об этом думать, никто не будет об этом думать, а без этого полноценно, например, семья, особенно если в ней есть ребенок, функционировать не может. Едем дальше. Следующий момент, который тоже считается за третью смену, и здесь множество споров, это необходимость следить за своим внешним видом. Мы с вами уже говорили о том, что следить за собой – это не то, чтобы обязанность. Вот где-то здесь сейчас появится ссылка на ролик, где мы обсуждали эту тему. Но, тем не менее, это тоже является третьей сменой. Что здесь имеется в виду? Женщинам зачастую навязывается внешний образ, как она должна выглядеть, что она должна иметь хорошую укладку, стильную прическу, она должна не иметь волос, она должна иметь какой-то стильный маникюр, она должна красиво стареть и так далее. Но все косметологические процедуры, все процедуры, направленные на улучшение себя, требуют самого главного – временного ресурса. А его может не быть, или не быть желания тратить столько временного ресурса. Я могу рассказать на личном опыте. Я перестала делать маникюр по двум причинам. Первая – у меня очень низкий болевой порог, мне очень больно делать маникюр. Если вы уже положили ногти на клавиши, чтобы написать – это мертвая кожа, тебе не может быть больно. Друзья, вы вообще ни разу не первый человек, который мне это говорит. Не может, но больно. Поэтому мы не будем здесь спорить. Это действительно очень болезненная и неприятная для меня процедура. Это первое, что меня смущает, а второе – это время. Для того, чтобы его сделали хорошо, обычно это полтора-два часа. Я банально устаю столько сидеть. А во-вторых, ну мне жалко, да, мне жалко этого времени. Мне жалко полтора-два часа сидеть, чтобы мне покрасили ногти и делать это с регулярностью в две недели. А в моем случае, возможно, даже чаще, то, что у меня гель-лаб просто слетает с ногтей буквально за неделю. Смысл в том, что вот таких процедур может требоваться много. И иногда у женщины это действительно выходит как полноценная третья смена, когда ты должна постоянно следить за тем, что накрашены ли у тебя корни, накрашены ли у тебя ногти, сделана ли у тебя эпиляция, проколола ли ты уколы в лицо и так далее. То есть это действительно занимает много времени. Во-первых, это ментальный груз, потому что нужно высчитывать какие-то вещи. Я уверена, что многим девушкам, и я не являюсь исключением, знакома такая фишка, как календарь мытья головы. То есть многие какие-то жизненные ситуации подстраиваются под то, в какой день я мою голку. Если у вас так же, поставьте хотя бы лайк этому видео. Я уверена, что это многим актуально. И, соответственно, это все является третьей сменой. Что нам здесь говорят феминистки? Феминистки нам говорят, что это необязательная часть жизни. И вроде бы мы можем с ними согласиться, что да, действительно, не хочешь – не делай. А кто-то, возможно, уже готовится написать, ну как же так, это же так приятно, это же так здорово, я вот делаю и просто отдыхаю, я кайфую, я летаю, я враю. Ну, во-первых, смотрите, это нравится действительно не всем. Вот я вам привела свой пример, что многие процедуры, которые служат для красоты, мне делать банально больно. Второй момент – есть люди, которым не нравится это, для которых это не является важным. То есть есть люди, которым не важно, накрашены у них ногти или не накрашены. Есть люди, которым не важно, будут у них морщины или не будут у них морщины. Есть люди, которые не хотят менять цвет волос и не хотят закрашивать седину. Имеют ли они на это право? С одной стороны, безусловно, да. Но с другой стороны, у нас есть давление. То есть почему это именно смена? Смена подразумевается как что-то обязательное. Потому что если вдруг вы не будете выполнять эти условия, то сможете ли вы, а, комфортно себя чувствовать, б, как к этому будут относиться люди в вашем ближайшем окружении. Простой пример. Вот вы не сделаете себе новый маникюр, вот вы не закрасите седые корни, потому что не хотите, потому что не успеваете, ваш мастер заболел или взял отпуск, уехал к другому, вы не хотите. Как вы будете себя чувствовать? Как будут относиться к вам люди вокруг вас? Отнесутся они к этому с пониманием и скажут, что ну да, окей, нормально. Или будут говорить за спиной что-то вроде, боже, какая неухоженная, боже, неужели она не может за собой следить? Вот это вот за собой следить. Немножечко нужно добавить в жизнь. И здесь мы возвращаемся к тому, что, опять-таки, адекватный феминизм, о чем нам говорит? Он говорит о том, что если женщине нравится, приятно, хочется делать какие-то процедуры для своей красоты, ну то есть она делает этот маникюр и кайфует, вот она смотрит на ноги и думает, боже, какая красота. Или, например, ходит на какие-то там стрижки, окрашивания, и каждый раз, когда мастер завершает работу, она смотрит, боже, какая красота, мне так нравится, я так кайфую. То, ради бога, пусть она это делает, никто не должен ее осуждать. Она имеет на это полное право. Ровно так же, как полное право другая женщина имеет не делать ничего из вышеперечисленного. И ее за это тоже никто не должен осуждать. То есть если она вдруг без апелляции захочет выйти на пляж в любой точке мира, она должна иметь на это право, и никто не должен на нее вот так смотреть. Это что? Она как обезьяна. Почему? Почему мы так реагируем? Почему мы не разрешаем другому человеку распоряжаться своим собственным телом так, как он считает правильно? Почему решение не делать апелляцию вызывает такую волну негодования у людей, которых вообще не просят так себя вести? Вот это, наверное, очень важный вопрос. И это то, на что просят нас обратить внимание адекватные феминистки. Надеюсь, что эта тема для вас была достаточно раскрыта. Надеюсь, что вам было интересно ее послушать. Я очень жду ваше мнение в комментариях про третью смену. И очень жду ваше мнение на тему того, поддерживаете ли вы вот это движение, скажем так, просвещения и вот это движение отношения к женщине, разрешения женщине быть такой, как ей удобно и как ей комфортно. Не как к объекту, что женщина должна быть красивой, она должна быть украшением коллектива, а как к живому человеку, который может чего-то хотеть, чего-то не хотеть, у которого могут быть разные приоритеты и разное видение того, что правильно в жизни. Как вы к этому относитесь и как вы это воспринимаете? Я очень жду ваши комментарии. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем, кто поддерживает мое видео лайками, комментарием. Если вы делаете репосты, то вам вообще отдельное сердечко. Я вас очень люблю, целую и до встречи в следующих роликах уже совсем скоро.